Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня у нас с вами сладкий мукбанг. У меня это завтрак, у вас не знаю. Здесь у нас, значит, Несквик, вот такой вот батончик. У нас здесь тортик, чай и вот такие вот конфеты. Я сразу хочу убрать эту вишенку. Или что это? Клубничка наверху. Вот, я ее есть не буду. Вот так вот. Ой-ой-ой. Убрали. Убрайся отсюда. Здесь еще какие-то вот такие вот ветки. Это все несъедобное, просто чисто для декора. Вот это тоже несъедобное. Это обычная трава. Я, если честно, сначала подумала, что это все можно кушать. Обрадовалась, купила. А оказывается, нет. Это чисто декор такой. И давайте приступим. Тортик небольшой, с легкостью 7. Купила я его недорого. 2,5 маната стоил. Выгоднее, конечно, брать большой торт. Просто мне бабушка не ест эти все тортики. А мамы тоже нет. Куда я дену полторта? Некуда мне это все. Что обнаружилось сегодня утром? Ребят, может быть, вы поделитесь своим опытом. У меня вот этот вот стакан. Я его просто обожаю. И на дне этого стакана появились три маленьких черных пятнышка. После того, как я заварила в нем кофе. Я все утро пыталась отодрать, но, к сожалению, не получилось. Хотя я и коми там, вот чем угодно, и сеточка прошлась. Такое ощущение, что это не пятно, а какое-то углубление. Как кариес на зубе бывает. Я, видимо, заглазила. Это, на мой взгляд, кстати, новинка от Несквик. Такой есть, по-моему, от Киндер. Молочный ломтик он называется. Выглядит потрясающе. Попробуем. На вкус то же самое, что молочный ломтик. Только в молочном ломтике, как будто внутри вот эта белая штука. Там больше. Очень вкусно. В общем, жалко стакан. Я хотела еще один такой купить. Во влоге вам показывала там с оленьем, который очень мне понравился. Вообще, матовая поверхность. Это нечто, ты трогаешь этот стакан. И хочется трогать. Вчера вечером заглянула в ларечек внизу нашего дома. Там продают телефоны. Я решила свои старые телефоны все продать. Я всегда старые телефоны оставляла, что авось, не знаю, понадобится. Потеряю свой, не дай бог, или еще что-то. Но я понимаю, что с каждым годом появляются новые телефоны. Цена моего старого падает. Это очень нецелесообразно. То же самое было с моей камерой. Мне кажется, техника, которой вы не пользуетесь, просто так, которая лежит, она просто падает в цене. У меня была камера. Мы просто ее купили, она лежала. Никто на нее не фотографировался. И папа предложил ее продать. Я сказала, да нет, зачем, пусть лежит, когда-нибудь да пригодится. А сейчас телефоны снимают в 100 раз лучше, чем эта камера. И кому она сейчас нужна? Никому. То есть мы ее купили. Она у нас полежала дома лет 5. И мы, получается, ее выбросили. Вот и все. Тортик обалденный. Некоторые телефоны даже вообще невозможно продать. Кнопочные, совсем старые. Кому ты их сейчас продашь? А вот эти вот то, что сенсорные. У меня Samsung дома лежат. Вы знаете, что каждые полгода, год максимум, я покупала себе новый телефон. До этого раньше всегда так было. Вот. И все это дело лежит просто дома. Мертвым грузом. Мне парень очень любит сладкие такие тортики. Плачь и смотри. Со стороной. Некоторые модели телефонов вообще со временем теряют прежние функции. У меня был телефон BlackBerry. И вы представляете, прошло время. И новое обновление BlackBerry просто не подходило моему телефону. Я не могла скачать никакое приложение, вот как я сейчас скачиваю с AppStore. Новое обновление для меня было недоступно, потому что у меня телефон был старый. Не то, что старый. Ему было где-то, наверное, год, может полтора. Я не могла скачать WhatsApp, представляете, на телефон. И до сих пор этот телефон лежит. Но просто без WhatsApp, без всех этих приложений, потому что какая-то фигня реально. Вот после этого я решила, что никогда в жизни я больше не буду покупать BlackBerry. После этого я решила, что я покупаю либо iPhone, либо Samsung. Samsung мне вообще очень нравятся. И у меня BlackBerry, он не был с такими, знаете, маленькими кнопками. Это что-то было новое. Z10 или что-то такое, как-то так назывался. В общем, сенсорный, с огромным экраном. И стоил тоже, кстати, недешево. На момент, когда я его покупала. Вот, эти все телефоны лежат дома. Не знаешь, куда их деть, что с ними делать. Поэтому, как только покупаешь новый телефон, либо его нужно отдавать маме, папе, либо продавать. И давайте немножко пройдемся по вопросам. Айка, расскажи, пожалуйста, про лазерную эпиляцию для мужчин. Ходят ли на эту процедуру мужчины? И как ты к этому относишься? Я отношусь замечательно к этому. Почему бы нет, если есть такая возможность? Почему бы не пойти? Я, честно, искренне не понимаю людей, которые обвиняют других людей, что почему ты выщипываешь брови? Это же так не по-мужски. Почему ты ходишь на лазерную эпиляцию? Так, кто вам сказал, что мужчина не может ухаживать за собой? Ну, конечно, в пределах разумного. Вот, но все же. Что я подразумеваю в пределах разумного? У него подруги был парень. Он очень ухаживал за собой. И постоянно ей тоже твердил. Ой, это с этим не сочетается. Ой, давай ты перекрасишься. Давай вот этот твой образ дополним еще бижутерии. Это как-то не по-мужски, мне кажется. Если ты любишь девушку, ты должен любить ее любую. А не так вот постоянно пытаться ее как-то изменить, построить под себя. Лазерная эпиляция для мужчин стоит дороже, чем для женщин. И ходят они в специальные салоны. Вот. Кстати, насчет этого. Я выложила фотографию с парнем в инстаграм. На лице у него был смайлик. И все мне начали писать. Айка, у него что, на руках не растут волосы? Он ходит на лазерную эпиляцию. Я думаю, бог мой, на что люди обратили внимание. Причем, знаете, человек, наверное, 10-15 мне написали про это. Там просто на этой фотографии так падал свет, что было незаметно. Я не могу сказать, что он прям... У него супер растительность на руках и так далее везде. Нет, дело не в этом. Нет. У него так много волос нету. Но они есть. Он не ходит на лазерную эпиляцию. Так, для справок. Просто на этой фотографии немного отсвечивала. У нас в универе был парень. Когда на столе лежит его рукаут, у тебя такое ощущение, что это твоя шубка, да? До такой степени, представляете? Если бы я не ходила на лазерную эпиляцию, у меня бы было больше волос на ногах, чем у моего бойфренда. Так, по секрету, девочки. Слава богу, есть лазерная эпиляция. Эту проблему можно решить вмиг. Я не могу сказать, что у меня вообще не растут волосы, но после лазерной эпиляции у меня на ногах, например, в два месяца один раз там появляется тут волосочек, там. То есть, это невозможно прям назвать растительностью прям такой. Очень удобно. Очень. Вообще, не заморачиваешься, не паришься. Вот такой вот интересный вопрос. Очень часто мне, кстати, задают. Вышла бы замуж за чеченца? Я думаю, что однозначно нет. Вот в ТикТоке вот эта Ириша есть, про которую мне говорили, что зачем ты на нее подписана? Она очень умную фразу сказала. Мне так понравилось. У нее на этом видео 41 тысяч лайк. Сколько людям это понравилось. Ее постоянно обзывают, что она цыганка. И она такая говорит, что мне обидно за цыгань. Почему вы считаете, что все 10 пальцев, все одинаковые? Реально нельзя складывать стереотип о какой-то национальности в связи с одним человеком. Мне так кажется. Все национальности имеют хороших людей и плохих людей. Но с чеченцами я близко не знакома. Мне никогда не было друзей чеченцев. Я просто по рассказам, которые у меня сложились в голове, я могу сделать вывод, что, скорее всего, у меня с чеченцем наверное ничего не получится. Ну, конечно, у меня есть любимые, все дела. Но вообще, да если вот так вот говорить все национальности. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка, Эмили. Всем пока.